что друзья всем привет с вами как неудивительно кирилл фаер добро пожаловать на мой канал про баскетбольный фристайл после того как я начал заливать много видео в youtube шорт многие из вас начали спрашивать во сколько лет я начал заниматься фристайлом и как вообще к этому пришел поэтому сегодня я решил записать вам отдельное видео на эту тему где все вам расскажу фристайлом также в общем то как и баскетболом начал я заниматься 2007 году 15 лет назад на тот момент мне было 15 лет как раз таки тоже так что пол жизни я уже этим занимаюсь изначально никакого интереса к баскетболу у меня не было вообще и в первый раз когда я заиграл это по сути по случайности у меня друг с которым я постоянно гулял начал куда-то пропадать когда я начал спрашивать у него куда он делся потому что как бы потусить вместе всегда хотелось а то время когда я был свободен он всегда был где-то занят вот он как раз таки и сказал что он начал ходить баскетбол соседнюю школу периодически начал звать меня чтобы я к нему подключился но несколько месяцев как-то меня эта идея не сильно привлекала и нас когда мне уже было реально скучно в общем решил ради прикола прийти на этот баскетбол сейчас я помню как первый раз я пришел на эту тренировку тренировка на самом деле сама по себе как не сказать что это прямо баскетбольная тренировка просто была девушка тренер которая по сути открывала зал и все с района кто приходил в это время в этот зал там просто свободно играли первый раз я помню я пришел в дешевых кедах таких типов конверсов и вообще футбольной форме наверное очень забавно было поиграв первый раз каким-то образом я очень даже нормально так назабивал и мне начало казаться что в общем-то что-то из этого может получиться и уже начал по моему два раза в неделю приходить на эти тренировки вот это дело было зимой как вы понимаете и уже к весне когда снег растаял короче до баскетбола я катался на роликах вот тоже трюки делал очень радовался когда снег растаял и я понял что можно снова начать кататься вот но как удивлению заметил что ролики мои стали мне малы а так как и денег особо много не было в общем мне еще в то же самое время хотелось уже наверное какую-то баскетбольную форму мячик потому что на тот момент мне ничего не было и до сих пор я бегал там каких-то обычных шмотках вот пришлось сделать выбор и выбор все-таки пал в сторону баскетбольной формы с кроссовками чем вот вот этих новых роликов поэтому с того момента уже когда потеплело начал играть на улице и через несколько месяцев мы поехали на воробьевы горы на площадку там был турнир по баскетболу который мы очень быстро проиграли конечно же в первой же по моему игре вот но самое интересное не это самое интересное что там выступали два парня ремикса гизма тогда именно я в первый раз увидел как люди делают трюки с мячом без кольца просто на сцене и меня это конечно визуально очень и очень впечатлило и на самом деле сейчас оглядываясь на все вот это я понимаю что баскетбол меня именно с визуальной точки зрения как сильно привлек то есть если говорить например про дриблинг мне он очень нравился но мне нравился как он выглядит а не как он работает в общем он волновала меня именно визуальная составляющая поэтому собственно мне очень по вкусу пришелся and one который очень отличался от стандартного баскетбола который я видел до этого начал засматривать микстейпы смотреть видео нашел еще разные другие андеграундные команды такие как дайм 55 нотик это вот в общем тот же самый and one только уличный и такой не мейнстримный в общем там больше ребята нарушали правила больше делали каких-то двойных видений проносов и прочего но при этом все эти фишки они использовали в игре мне прям вот именно это начало качать именно этому я начал подражать ну и соответственно вот эти ребята они как раз таки помимо игры отдельно развивали еще фристайл какие-то навыки дриблинга и там прокатов по телу так что насмотревшись на вот это я начал скачивать все эти видео покадрово просматривать их запоминать какие движения кто делает и как потому что на тот момент не было никаких обучалок туториалов как бы это вообще ничего не существовало youtube в принципе сам по себе только-только начал развиваться ну и как бы блогеров тогда еще которые вам все расскажут покажет не было как раз таки вот сейчас те ребята которые в то время просто играли и выкладывали свои видео такие как king handles bone collector профессор которого сейчас знают уже все вот они как раз таки были такими интересными персонажами за которыми я очень любил следить и вот со временем видите прокачали медийку и сейчас блогеры-миллионники продолжают жить за счет этого хотя больше большая часть на самом деле людей которые занимались тогда фристайлом они уже довольно давно закончили опять же хочется сказать что в 2007 году когда я начал заниматься фристайлом он выглядел абсолютно по-другому то есть все движения которые вы у меня видите сейчас по сути их не существовало существовала как только отдельная база в основном это дриблинг был вот но сейчас дриблинга в баскетбольном фристайле вообще мало чего осталось это как бы есть конечно такой отдельный стиль над которым я лично работаю и тоже некоторые ребята развивают но сейчас уже настолько развились остальные стили как там кручение на пальцы прокаты по телу все вот эти да что именно дриблинг уже не является даже главным но и так как 2007 году фишек было очень мало то есть существовала реально какая-то просто небольшая база во фристайле да когда-то начинал заниматься за несколько месяцев ты мог уже освоить вообще почти все что на тот момент существует и из-за этого очень важным элементом фристайла стала креативность то есть люди начали ценить больше всего какие-то свои собственные оригинальные движения то есть по сути если ты придумаешь свой какой-то стиль это вот очень котировалась и ты на фоне всех очень сильно выделялся поэтому да все старались придумать какую-то фишку если посмотреть сейчас что мы делали все было очень нелогично многие элементы там кто-то мешал с танцами кто-то мешал еще с чем-то кто-то там как можно сложнее и сгибался чтобы мяч выкинуть или как-то там его поймать не неудобно вот и конечно сейчас если посмотреть на фристайл старый выглядит довольно забавно но это все люди которые продолжали работать над собой и до сих пор вот занимаются этим они создали свой такой уникальный стиль и сейчас являются по сути топовыми фристайлерами также хочется сказать что в 2010 11 примерно году японцы очень сильно активизировались так как у них здесь очень мало баскетбольных площадок на улице многие из них тренировались с мячом не знаю там где-то в переходах возле метро по ночам счет этого очень сильно эволюционировал стиль и на самом деле я думаю что про это можно вообще делать отдельные видео потому что японский вклад фристайл это прямо такой переломный момент этот промежуток с 2010 по наверное двенадцатый год это прям кардинальная смена вообще всей парадигмы в фристайле и визуально он начал выглядеть совсем по-другому вот как раз таки немного ближе к тому как он выглядит сейчас что вот такой ответ у меня получился на ваш вопрос надеюсь что вам было интересно если какие-то вопросы остались или есть идеи для новых роликов пишите их в комментариях обязательно прочитаю и скорее всего отвечу спасибо всем кто подписан на канал и досмотрел видео до конца до встречи с вами в новых видео пока пока пока